Как без труда очистить и отбелить белую резиновую подошву любимых кедов? Самый простой и безопасный способ вернуть подошве белизну отдать в химчистку. Если по каким-либо причинам вы не можете обратиться к профессионалам, то можете попробовать народные методы отбеливания подошвы кед и кроссовок. Первый метод. Постирать кеды можно в машинке на деликатном режиме с низким числом оборотов. Кроссовки и кеды загружаются в машинку в разобранном состоянии, без телек, шнурков и прочих съемных частей. Для лучшего результата подошву предварительно нужно обработать хозяйственным мылом. После процедуры обувь сушится естественным способом, либо специальными сушилками для обуви. Сушить финном или возле батареи категорически запрещено, это приводит к деформации. Второй способ. Ластик. Самый странный и утомительный способ. Тем не менее он работает. В результате вы получите белую подошву без использования воды. К недостаткам относится количество времени, которое вам придется потратить на отбеливание. Третий способ. Можно использовать чистящие средства. Зубную пасту, зубной порошок, стиральный порошок или пищевую соду. С помощью щетки вы растираете средство по подошве, пока она не станет белой. После чего смываете остатки средства, протирая влажной тряпкой. Чаще всего результат зависит не от чистящего средства, а от того, насколько сильно вы драете подошву. Четвертый способ. Можно попробовать обработать небольшой участок подошвы отбеливателем. Если не появилось трещинок или пор, то отбеливатель разводится по инструкции и наносится на всю подошву обуви. Вместо отбеливателя можно использовать кислоту или ацетон, предварительно опробовав их на незаметном участке. После обработки кеды и кроссовки можно постирать в машинке на деликатном режиме. Отбелить подошву кед поможет и раствор воды и столового уксуса в пропорции 3 к 1. К сожалению, пожелтевшую подошву не всегда можно очистить даже в химчистке. Если постоянно сушить кеды возле батареи, подошва тоже пожелтеет, но отбелить ее уже не получится.